Добрый день! Давайте я выступлю, потом вернемся в дискуссии с вами. Еще раз хотел представиться. Меня зовут Тимур Тимигалиев, я являюсь директором гарантийного фонда Республики Тарстан. И вот как наши уважаемые коллеги из Москвы подметили, что в регионах необходимо активизировать работу по созданию, может быть, представителей корпораций Москвы, либо созданию фондов содействия кредитованию, которые выступали бы гарантом обязательств предпринимателей, обладающих интеллектуальной собственностью, перед финансовыми организациями. Ну, возьму сейчас смело сказать, что, наверное, наша организация, гарантийный фонд Республики Тарстан, как раз-таки и выступает неформально представителем корпорации МСП в данном вопросе, а также уже имеет ряд практик и опыта по предоставлению наших собственных гарантий субсидиарных под залог интеллектуальной собственности. То есть мы с рядом банков, как республиканских, так и федеральных банков, смогли точечно пока, но смогли довести именно такого рода структуру кредитования до конца. Значит, построю, наверное, свое выступление с того, что, в общем, расскажу, чем занимается гарантийный фонд Республики, а потом уже на ряде примеров расскажу, как мы с банками смогли привлечь под залог интеллектуальную собственность, это и патенты, и сертификаты, которые, во-первых, не были существенно дисконтированы банком, и под которые было предоставлено достаточно комфортное и существенное финансирование. Ну, уже коллеги тут рассказали о преимуществах всей гарантийной системы, куда входит гарантийный фонд, и основное преимущество наших услуг заключается в том, что мы не дисконтируемся финансовой организацией, то есть наш 1 рубль поручительства либо гарантии равняется 1 рублю залоговой стоимости в рамках структурирования сделки. И второе преимущество – это то, что для предпринимателя, это также мы верим, что более выгодная структура обеспечения, так как то имущество, движимое, недвижимое, либо интеллектуальное, которым он обладает, он может сохранить у себя в полном, так скажем, стопроцентной собственности и использовать имеющееся имущество свободно на другие цели. Здесь очень вкратце расскажу о наших условиях. Мы предоставляем гарантии и поручительство на сумму до 30 миллионов рублей и обеспечиваем до 50% от суммы кредита по обязательствам предпринимателя. И срок нашего рассмотрения в нашей гарантии составляет от 1 до 3 дней. Это мы достигли благодаря унификации пакета документов с банками, а также внедрению ряда цифровых решений. Но здесь я пойду дальше. Это у нас стандартный продукт для предпринимателей, которые являются инновационными, и это может проявляться как раз-таки в обладании объектами интеллектуальной собственности, патентами, сертификатами и многими-многими умными словами, которые Роспатент обладает и так далее. То мы для них создали специальный продукт под названием промышленное развитие, где основной разницей является то, что мы для предпринимателей, у которых есть интеллектуальная собственность, обеспечиваем до 70% от суммы обязательств. То есть мы уже первый шаг навстречу по практически 100% гарантированию обязательств предпринимателей, мы уже сделали. С корпорацией мы также сейчас уже активно проводим работу в рамках рабочей группы по созданию как раз-таки продукта, который сможет обеспечить до 95% обязательств перед банками. Ну вот как раз-таки интеллектуальная гарантийная система, здесь остановиться я не буду, совместно с корпорацией мы можем структуировать сделки до 1 миллиарда рублей. Это говорит о том, что любой предприниматель практически, который работает на территории республики, он в принципе может слегка воспользоваться нашей поддержкой и удовлетворить все свои потребности в финансировании. Также мы запустили, помимо того, что гарантийные фонды в России, они в основном работают по двухуровневой системе финансирования, то есть предприниматель обращается в банк, а потом уже от банка приходит заявка в региональные фонды, то мы, осознавая, что далеко не все предприниматели охвачены именно таким каналом, мы запустили второй канал под названием «Единый центр критования», и он как раз-таки, одна из его функций, это как раз-таки обеспечение финансированием таких уникальных предпринимателей, у которых как раз-таки может быть интеллектуальная собственность на балансе и так далее. Как раз для таких предпринимателей, которым необходимо в первую очередь индивидуальное сопровождение и персонализированный подход, мы как раз-таки и разработали данный канал, который позволяет предпринимателям вместо того, чтобы обратиться в банк, прийти сначала к нам, и мы уже структурируем в качестве брокера безвозмездного его кредитную сделку и направляем уже в финансовые организации. Ну, это для малышей у нас. Значит, здесь хотел бы сказать, что мы как фонд, у нас охват стопроцентный, мы охватываем все банки, все лизинговые компании, а также все институты развития, которые функционируют на территории республики. Это и фонды развития промышленности, и фонды развития многородов и так далее. То есть наш продукт, он уникальный и достаточно универсальный. Немножко о наших цифрах. Мы уже смогли предоставить более 1200 гарантий поручительств на общую сумму более 5 миллиардов рублей, что обеспечило кредитными ресурсами предпринимателям сумму около 19 миллиардов рублей. Но, по-моему, эта цифра уже не актуальна, по-моему, уже практически 20 долларов у нас уже обеспечены. Теперь хотел бы очень вкратце коснуться примеров, которые мы смогли, так скажем, проработать, проструктурировать совместно с банками. Первый пример – это вот у нас здесь представители уже предпринимательское сообщество, которое воспользуется нашей поддержкой. Это компания «Город», с которой мы уже также под залог собственной собственности смогли привлечь кредитные ресурсы. Наоборот, правильно, по-моему, было? Ну, еще, то есть сделка доходится в стадии… Ну, она практически, да, уже завершена. А второй, который уже, так скажем, получил деньги – это компания «Некст Инжиниринг». Это компания, которая предоставляет услуги по проектированию электронных сетей, так скажем, сборке конвейерных цепочек. У этой компании был патент, и мы с банком «Открытие» смогли сделать так, что банк взял эту собственность в залог, бланком, и мы предоставили совместно с нашей гарантией, мы смогли предоставить невозобновляемую кредитную линию на сумму 18 миллионов рублей. То есть мы уже в Татарстане, на федеральном уровне эта история зарождается, обретает такой общероссийский масштаб, но мы уже в Татарстане кое-какие компетенции наработали, поэтому вот «Динар Шакиров» мы, конечно, минутку, мы уже какие-то компетенции, опыт имеем, поэтому если вам нужна будет какая-то экспертная поддержка или какой-то практический опыт, то, так скажем, «Welcome» к нам, и мы готовы здесь активно подключаться и работать с вами на благо развития инновационных предприятий не только республики, но и России в целом. Всем спасибо, теперь готов к ответить на вопросы. В прошлый раз вы еще говорили, что вы работаете по числу промежуточного хейдж-фонда, вы страхуете определенные виды сделок, значит, мне они знакомы, я финансистки на второго года. Поэтому, когда вы говорите о механизмах, которые вы используете при работе с банками и предприятиями, в том числе страхование сделок на недвижимость, дологовое имущество и так далее, вы развиваете надвор вот этих самых кейсов и механизмов по хейджированию, или у вас он остался вредным? С тех времен, когда вы первый раз докладывали об этом счете? Ну, с тех времен, это, по-моему, было месяца два назад. А нынче за три месяца может мир бы и сгореть. Смотрите, значит, что мы делаем? Значит, мы верим, что сам продукт гарантии, который мы предоставляем, это общероссийский продукт, который регламентирован Министерством экономического развития России, а также корпорацией МСП, он уникален. И мы, используя уже основу и фундамент этого продукта, мы максимально стараемся его подгонять под самые разнообразные финансовые продукты, которые предоставляет банк. Значит, ну, одно из инновационных, на мой взгляд, одна из инновационных историй, которую мы смогли сделать, это наш инструмент хейджирования. Мы смогли его интегрировать с краудлендинговой площадкой. То есть, у нас есть краудлендинговая площадка «Поток». Это общая российская платформа, которая позволяет предпринимателям, исключительно субъектам МСП, привлекать финансирование не от банков, а от других юрликс. То есть, идет аккумулирование денежной массы на этой платформе, и потом эти деньги перераспределяются там, ну, не равнозначными долями, но очень сильно сегментируются между самыми различными предпринимателями. Мы здесь первыми в России смогли инкрементировать наш продукт, гарантии и поручительства от данной истории. И, на мой взгляд, это как раз и приобрет. Это предпринимательство в чистом виде. Ну, может быть. Но мы и суд развития, все-таки. Это, наверное, и суд развития в чистом виде. И, значит, здесь как раз-таки мы смогли инкрементировать нашу гарантию под чистую онлайн-историю, где у предпринимателей есть возможность, вот здесь написано, в режиме онлайн полностью за это, как бы, сто процентов гарантируем, это в течение одного-двух дней привлечь кредитование до трех миллионов рублей. То есть чисто по паспорту и по... выписке с расчетного счета. То есть два документа, которые необходимы для привлечения финансирования. Полностью одна. Вот как бы с тех пор, вот что мы сделали новое. У нас по плану где-то выдать около 100-120 миллионов до конца года. Я вас слышал больше, чем вы сказали. Проговаривайте нас. Спасибо. Все, еще вопросы есть какие-то? Все, спасибо. Скажите, я так понял, что на развитие изобретения, в общем-то, это невозможно получить деньги. Нет, на развитие все-таки это, наверное, научные деньги. Это уже когда работа налажена, когда уже и так активы есть, все есть и только подготовленный бизнес. На сегодняшний день, да, то есть не буду врать и не буду там какие-то иллюзии, что да, вот вы пришли, у вас там чистый прототип. То есть это не та история. Это для предприятия. Прототип еще далеко. Да, то есть для идентипля. Чтобы прототип после изобретения сделать, еще должно пройти там 5 лет, например, минимум. Для этого у нас в республике есть институты. Просто я просто не буду сказать инновации, но, оказывается, к теме не сюда совсем. Но она близка, я считаю. Нет, это далеко. Ну, серия от инноваций, это не будет. Хорошо. Спасибо. Но мы ждем, будем смотреть, как можем сделать. Спасибо, Денис. Позвольте мне на правоспитах немножко ваше внимание. Я тут записан в качестве спикера и как модератор, воспользуюсь парой минут, для того, чтобы сказать о реальной практике нашего кредитования по залогу немедлянных активов. Ну, я могу сказать, что сегодняшнее состояние постановления весьма несовершенно. И я обращаюсь к вам лично, как представитель Министерства экономики, и надеюсь, что это постановление будет как-то поправлено. Вот, хочу поддержать в этой части Комито Беджановича, потому что практически я под всеми пунктами, которые он здесь озвучивал, я подписываюсь. Причем, он даже озвучил гораздо больше, чем я вообще понимаю в этом. Но есть вещи, которые вообще однозначно становятся проблемой уже вообще не из банка. Ну, первое, это доверие, первое и самое главное, это доверие банка к той оценке, которая приведена оценщиком. Я скажу. Значит, здесь есть то, что вы говорили, сертификация, ну, в инструкции, которая была, значит, предоставлена вот летом по поводу, значит, использования оценки индивидуальной собственности, там это названо как институт это институт специалистов, которые оценивают техническую составляющую, значит, этого объекта интеллектуальной собственности, ну, вы назвали это сертификацией, и фактически сегодня такой институт существует у нас в России только в Сколково. Там есть большая группа экспертов, которые создают определенную экспертизу объекта. Конечно, это очень несовершенный тоже механизм, он значительно субъективный, но все-таки это лучше, чем сегодня ничего. И это очень важный момент, потому что вот директор нашей оценочной компании замечательно сделана оценка, очень профессионально, но мы с их экспертом, с их оценщиком около трех месяцев очень тщательно выверяли именно вот эти моменты. и, конечно, банк все равно не очень доверяет оценщикам, которые не профессионал в очень узкой области деятельности. А вот как раз сертификация или экспертная экспертиза, профессиональная экспертиза, это крайне важный момент. Я хочу сказать, что стоит эта экспертиза очень дорого. Очень дорого. То есть хорошая профессиональная экспертиза, мы обращались к профессионалам, они назначены самые дешевые, это 150-200 тысяч, самые дешевые экспертные оценки. И вот в этой части вместо того, чтобы финансировать, субсидировать вопросы, связанные с гарантией, уж вы, как бы, я извиняюсь, но гарантия это уже последняя стадия выдачи кредит, когда уже малое предприятие точно понимает, что ему кредит будет выдан. Что проведена оценка, найден банк, банк доверяет оценке, ну и тогда говорят, хорошо, иди в гарантийный фонд, тебе не хватает залога, и там получишь гарантию. Вот это субсидирование, на которое предприниматель самостоятельно пойдет, он уверен в том, что получит кредит. А вот на первоначальной стадии, когда вообще оценивается патент как объект, интеллектуальный собственно, его стоимость, рыночная стоимость, вот это очень сложный вопрос, который банк, глядя на оценку, говорит, да я не верю этому. Это очень, то есть для предпринимателя это очень большой риск. Я понимаю, что если полностью субсидировать такую экспертную оценку, это повалится все туда, и все начнут получать, но если хотя бы 70% субсидировалось, я не буду сейчас, я считал конкретные цифры, и могу сказать, что в этом случае государство даже выиграет, потому что стоимость гарантии гораздо больше, чем вот такая оценка. И в этом случае предприниматель, скажем, 30% будет оплачивать при стоимости 200 тысяч в среднем такого процесса, 60 тысяч он заплатит только за то, что в чем уверен, он достаточно уверен. Я думаю, это очень правильная позиция, потом, когда, я бы еще посчитал, что хотя бы какую-то небольшую часть процентов 30 на субсидировалась сама непосредственная оценка объекта интеллектуальной собственности, это было самое лучшее решение, потому что когда мы приходим, скажем, в МСП-банк, МСП-банк дает нам под 8,5%, ну извините, что мне тут субсидировать, разницу с государственным этим полтора процента, ну это в общем-то даже мелочь, по сравнению с тем, что я должен заплатить на первоначальной стадии, на первоначальной стадии, когда я вообще не уверен в том, что мне дадут кредит. Ну это вот то, что я хотел сказать, все остальное Комеда Бежанышева Паровар идеально рассказал, я надеюсь на то, что вы донесете до соответствующих органов власти пожелания, если надо будет, мы от машиностроительного кластера, я представляю здесь не совсем предприниматель, я машиностроительный кластер, значит мы готовы даже соответствующие материалы направить и так далее, потому что я считаю, что это основление требует существенной доработки. Ну и давайте тогда мы дальше пойдем, я уже не буду вашего внимания на счет... А вопрос можно? Да, конечно. Если вот такая сложность оценки, тем более детей не рисковать, почему вообще это все государство не делает? Ведь оно заинтересовано в развитии инноваций. Со всех требуют только это и говорится. Ну 200 тысяч для государства смешно. Подождите. Оценить сначала это изобретение, а потом надо давать или не надо, это уже второй вопрос. нет, ну вы знаете, вообще, ну вот я работаю с нематериальными активами, у нас 150 предприятий в машиностроительном кластере, ну в общем процентов, наверное, ну скажем так, у 40-50 предприятий есть нематериальные активы, ну патенты, да. я, так скажем, прошелся по ним, так, процентов 40 это пустые, совершенно пустые заявки. Но, а вдруг дадут? Вот эти 40% да, они льются туда же делать оценку. И государство тратить деньги на это, ну я считаю, не сенсором. А кто должен тратить? Ну я считаю, что, да, я считаю, что вот если государство для стимулирования 70% заплатит, а 30% уже предпринимателей заплатят, ну тогда он подумает, стоит ли ему платить эти деньги на пустышку. Он-то точно знает, сколько стоит, да? Вот у меня есть патент, я извиняюсь, оторвусь, вот у нас есть патент нашего предприятия, да, ну скажем так, один этот патент, который применяется фактически во всей автобусостроении, ну автобусостроение Российской Федерации сегодня выручку нам принес на полтора миллиарда рублей, полтора миллиарда рублей. Вот такой потент, я его знаю хорошо, я знаю, что любой там эксперт, ну скажем, ну 200 миллионов, 300 миллионов, ну я знаю, сколько он реально принес, сколько уже есть на счету в предприятиях, понимаете? Но все равно это, то есть я так понимаю эту ценность, поэтому он готов заплатить за то, чтобы его оценить. Ну вот, примерно так. И банк также понимает, когда некий объект инфекционной собственности генерирует некий денежный поток, да, и ему сторонняя оценка, ну она, вот как я понимаю, эту историю, она скорее не адритативно роль на все, да, есть вот такие вот цифры, есть такие вот источники информации, но деньги-то мои, банка, да, ну вот, почему я должен оценивать вот эту цифру как бы выше, нежели я понимаю, что я ее могу реализовать. Да, конечно, конечно, я согласен. Вот как бы отсюда и вопрос к целесообразности субсидирования экспертизы вот этой вот оценки, да, потому что когда сделка уже прошла, да, когда уже понесены некие затраты на субсидирование процентной ставки, на субсидирование гарантии, тогда значит, это как бы понятные расходы, и банк их сам оценил, переварил, да, а в данном случае как бы вот эта технологическая оценка, она может там стоить 300 тысяч, да, может стоить там миллион, да, и это будет там слонодробинка, поэтому все-таки может быть ну, это оценка разовая, и процессы не потолки. Вот смотрите, я здесь возношу только в том контексте. По опыту Роснена отвечу, да, во-первых, было практическое руководство, потом Роснена вставил такого слова, значит, пока положительное решение оценщик не получит от своего сырого, его отчет Роснена не примет, поэтому вот определенный механизм, не обязательно сразу деньги заплатим, мы все сделаем, определенный механизм можно закладывать, чтобы обеспечить надежность оценки и второй минимализация риска, чем более достоверны объективные оценки, чем меньше риска. Вот я полностью согласен, сколько бы ни завалено сегодня жалобами банка в ССРО на оценку, ни одного случая, чтобы банк не мог получить дефут, вот этого нет. Все это немножко искусственно перестрахованное состояние.